Приветствую вас. Вы знаете, первое, что мне бросается в глаза, когда я читал ваш вопрос, это то, что вы сами решения принимать хотите. У вас есть вроде бы четкие взгляды на то, чего вы хотите, на то, как вы хотите, у вас есть вроде бы четкие ориентиры по поводу того, что вам нужно в жизни от мужчины и от себя и так далее, вот. И как-то вот эти вот цели, вот эти вот желания, например, желания ребенка, желания семьи, вы как-то все это умудряетесь сплетать с любовью. А ведь так семью не строят. И отношения так не строят на самом деле. И я объясню, почему. Во-первых, надо сказать следующее. Вы говорите, что встречаетесь на расстоянии более двух лет. И видитесь почти каждый месяц, так как я научиваюсь в другом городе. Первый вопрос, что побудило вас встречаться на расстоянии более двух лет. Срок довольно большой. Это надо было еще выдержать такое расстояние и подобные отношения. Что побудило вас встречаться с мужчиной из другого города или, может быть, вы из одного города, но вы на лучшем, и тогда ситуация немножко по-другому. Но вы не говорите о том, как вы познакомились и так далее. Это важно. Далее. Каждое лето мы живем вместе, пищевые, и все было нормально. Ну, тут тоже вот не очень понятно, что в вашем понимании нормально. Нормально. Вот. Значит, что в вашем понимании нормально? Какие отношения для вас нормальны? Вот. Потому что вы говорите, что раньше вас не пугали, его вредные привычки от пищевых. Они вас пугают. Вот. И вы говорите, что он ими не так и злоупотреблял, а последние полгода стал самым настоящим алкоголиком. Почти каждый день пил и по несколько лет. А где норма тогда? Плюс покуривает иногда травку. Ну, то есть, у человека довольно серьезные внутренние проблемы и противоречия. Вот. Вы говорите, что такое его поведение стало портить наши отношения. Он стал срываться на меня. Мы почти ни одного дня не можем нормально общаться. Я его раздражаю. Ну, здесь вполне вероятно, что вы для него стали своего рода символом невозможности реализоваться. Потому что ведь он же не просто так на свадьбу не купит. Значит, скорее всего, были какие-то планы, скорее всего, были какие-то надежды, амбиции, но не получилось. И от этого он начал пить. Скорее всего. Далее. От этого он становится мега-ленивым. От чего? От того, что вы его раздражаете. То есть, когда вы его не раздражаете, он не мега-ленив и хозяйственен, и все вопросы решают. А зачем вы тогда его раздражаете? Вы знаете, чем вы его раздражаете, а чем нет? Ну, так и не надо его раздражать, если он становится ленивым и нехозяйственным. Кстати говоря, это вот эти качества, его проявления, это говорят о том, что вы ставите определенные условия для принятия человека. То есть, он должен быть не ленивым, он должен быть хозяйственным, чтобы уметь и с вами создавать семью, которую хотите вы. И ребенка. Как бы, подготавливать почву для начатия ребенка. Опять же, которого хотите вы. И совершенно не факт, что хочет он. Далее, значит, мне приходится решать все вопросы и разруливать все. Вопрос, зачем? Вы берете ответственность на человека. Зачем? Для чего? Что вам не верят? В последнее время хочется забить на это и пустить все по течению. Ну, правильно, потому что, ладно, даем нести чужую ответственность, все верно. Я разговаривал с ним об этом, он пытается не пить. Так, а что значит пытается не пить? Он обещает вам не пить, не пьет, но это заканчивается на 3-4 метра, он срывается. Это означает алкогольную зависимость. Алкогольная зависимость это серьезное заболевание, неизлечимое фактически. Вот, от него можно только дистанцироваться, и пока человек не пройдет серьезную реабилитацию, с ним определенно лучше не съезжаться, потому что он вас и ударить может, и деньги ваши торопить, и вообще будет вас, в сути дела, порезитировать на вас. Вот, обосновываясь тем, что меня рядом нет, но когда я приезжаю, ничего не меняется, и ему скучно. То есть, вы понимаете, что человек, по сути, просто придумывает отмазки, отговорки на того, чтобы пить, и вы все равно на что-то надеетесь с ним. Вопрос, на что и почему. А он мне не доверяет и отслеживает все мои соцсети, когда я там была, даже заходила, постоянно уточняет. Потому что он не уверен в себе, и понимает, что вот на подсознании от любого уровня, понимает, что вот такой он вам не нужен. Он опускается, а вы рано или поздно его бросите, боится, не хочет нас терять. Но и при этом вера в тебя недостаточно для того, чтобы что-то делать для улучшения ситуации в целом. Как будто на измены толкают. Вот это вот не очень понятно, почему вы считаете, что своей слежкой он толкает вас на измены. С чего вы это взяли? Это все стало на меня давить, да, потому что это тяжело, и ответственность вы берете на себя. Морально унижает эту ситуацию. В чем унижение? Конкретно, в чем унижение, по факту? В чем вас, это унижает. Вот. А тем, кто ссыхается на вас, но не пьяный в этот момент. Тем, кто им скучен, когда вы рядом, да, это может быть унижением. Но вы же сами выбираете это, если это терпеть. Так, кто унижает вас? Вы себя унижаете, или он вас? Подумайте об этом тоже. Я кладу здоровых детей и полноценную семью. Зачем? Зачем вам дети и семья? Как я понял, вы учтите, как я понял, вы достаточно молоды. Зачем вам семья? Зачем вам дети? Но так сильно люблю его, что плачу от этого каждый день. А вы плачете от того, что любите его? Татьяна, вы уверены, что от любви люди плачут? От любви люди вообще-то становятся счастливыми. А вы плачете не от любви, а от того, что человек не соответствует вашим представлениям о будущем. Человек не может удовлетворить ваши потребности, которые есть у вас. А на каждый вопрос, а он вообще должен их удовлетворять? Подскажите, как поступить в данной ситуации. Но опять же, вы опять не хотите брать на себя ответственность. То есть чужую ответственность вы берете, а за себя свою ответственность вы не берете. Соответственно, я вам могу сказать личные границы, свои собственные личные границы и ответственность. Ответственность за себя, на свои поступки, на то, что вы хотите. Вот это вот самое главное. И когда это будет, вы сами поймете, что вам нужно. Но если вы хотите семью или ребенка, если это ваша обстановка, если это именно ценность, а не сублимация какого-то желанства вашего, и не результат какого-то противоречия, если это именно ценность у вас, то к этой ценности человек явно не подходит. Для этой ценности человек явно не подходит. А почему вы плачете, и почему вы не знаете, как поступить, я полагаю, это ваше противоречие. Вас кто-то держит с ним, но вы определенно его уже не принимаете, вы определенно не хотите делать его счастливым. Вам нужно, чтобы он был определенного рода. Вам нужно, чтобы у него был определенный образ у человека. Там возникает вопрос, любовь ли это. И так ли вы действительно от любви плачете, а не от того, что вы не получаете того, что вы хотите. Или, может быть, от того, что два года прошло пустую. Там возникает вопрос, а ради чего вообще вы строили отношения. С чем были эти отношения для вас? Инвестиции или просто получение удовольствия и наслаждение каждым мигом? На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы дополнительные остались, пишите в личку. Буду рад помочь. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует...